Предварительные итоги еще не ушедшего года. В правительстве региона состоялась комиссия по демографической семейной политике под председательством Ирины Эрмиш. Промежуточные цифры таковы. Смертность 16 промилле, рождаемость 11 промилле. Спад последний ожидали в прошлом году, а произошел он в 2016. И это несмотря на то, что на свет стало появляться больше вторых, третьих и последующих детей. Зато на первенца решаются немногие. Число женщин, которые сегодня находятся в активном репродуктивном возрасте, их процентов на 38 меньше. В целом по Российской Федерации этот процент снижения ниже примерно 12%. Если говорить о таких социальных факторах, то сегодняшняя экономическая ситуация не благоволит процессу увеличения рождаемости. Правительством Ивановской области уже разработан комплекс мер на 2017 год по поддержке семей, планирующих первого ребенка. Ситуацию на территории региона однозначно и назвать нельзя. Городского круг Тейково, например, свой план по повышению рождаемости успешно выполняет. В 2014 году родилось 416 детей, в 2015 – 510. В 2015 году наблюдалось уменьшение смертности. Естественный прирост населения в 2015 году составил 31 человек. Такая же тенденция сохраняется и в 2016 году. Фурмановский муниципальный район схож с Тейковским по социально-экономическим показателям. Однако демографическая ситуация там одна из худших в регионе. Снижение первых рождений по области зафиксировано на уровне 20%. В Фурманове – почти 43%. У вас смертность 18 промилль. Это было, я даже не знаю, на заре 2000-х, мне кажется, такой показатель был. Поэтому, конечно, на сегодняшний день по результатам у вас программа демографическая не работает. В феврале этого года произошел рост младенческой смертности – 8,8 промилле против 4,2 промилле в 2015 году. Увеличение показателей медики связывают с рожденными пороками развития детей, которые невозможно было диагностировать даже с использованием современной аппаратуры. С мая 2016-го младенческая смертность пошла на спад. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.